Доброе утро, Якутия! Мы рады, что именно этот день вы встречаетесь вместе с нами. Заряжайтесь бодростью и позитивом. А с вами сегодня Глаголева Елизавета и Павел Танин. Да, ну, естественно, приготовили много всего интересного, чтобы вас зарядить на сегодняшний день, который только-только начинается. Это 19 сентября на календаре. День недели, если не ошибаюсь, вторник. Но я могу ошибаться, и это нормально. О чем будем сегодня говорить? Во-первых, поговорим о форуме предпринимателей республики, который пройдет 21-22 сентября. Также получим несколько полезных советов о том, как грамотно складывать вещи гардероба, чтобы все вместилось. Как выглядеть модно и стильно в элегантном возрасте, научит наш стилист Дарья Габышева. Время бархатного сезона. Если вы планируете отправиться в путешествие на авто, не пропустите материалы Руслана Очирова о том, как отправиться на отдых с комфортом. С логопедом Софьей Федотовой поговорим, с чем связан рост числа школьников, с проблемами и дефектами речи, и когда вообще стоит задуматься о посещении кабинета специалиста. Ну а также сегодня мы отмечаем день рождения с Малика. Какие же эмоции самые популярные? И что делаем мы? Смеемся чаще или плачем? Все это не только в ближайший час, ну почти час. Также не забывайте про наш телеграм-канал, в котором тоже много всего интересного, чего не попадает в эфир. Ссылка внизу, там же QR-код, смартфоном его отсканируем, попадаем, подписываемся и радуемся на фоне этого жизни. Ну а по традиции начнем эфир, конечно же, с информации о погоде. По данным Гидромедцентра, сегодня в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах Якутии от 0 до плюс 1, в Заречной группе от минус 1 до плюс 2, в Южных минус 2. В Вилюйской группе от минус 2 до плюс 1, в Нижней Ленских от минус 1 до 0, в Западных от минус 6 до плюс 1. В Колымо-Индигирской группе улусов от минус 1 до плюс 4, в Янских везде установилась минусовая температура от 8 до 4 со знаком минус, на Северо-Западе от минус 2 до 0. В городе Якутске температура воздуха сегодня в 6 часов утра составила 2 градуса тепла, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер западный 3 метра в секунду. Сегодня днем в столице региона преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду с порывами до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем сегодня в Якутске максимум прогреется до 8 градусов. 19 сентября на календаре, и сегодня отмечается Международный день Смайлика. А значит, что сегодня отличный повод провести день как никогда в хорошем настроении. По крайней мере, чаще улыбайтесь, ведь мы знаем, что это очень заразительное дело. Поэтому давайте начнем это утро позитивно. Про день Смайлика мы сегодня еще подробно поговорим, а пока давайте ознакомимся с другими датами и событиями этого дня. На календаре 19 сентября. В этот день отмечают День оружейника в России и День рождения Смайлика. По народному календарю Михайлов день. В этот день обращали внимание на погоду. Начинались первые морозы. «Михаил заморском прихватил», говорили люди. Если после Михайловских морозов на деревьях появлялся и не нужно было ждать обильного снега зимой. Наблюдали, как падают листья сосины, если лицом вверх к студеной зиме, а если изнанкой к теплой. Это день в истории. В 1648 году французский ученый Блес Паскаль доказал существование атмосферного давления. В 1838 запатентован железнодорожный тормоз, тормозной башмак. В 1864 США запатентованы откидные сидения в машине. В 1888 в Бельгии состоялся первый в истории всемирный конкурс красоты. В этот день родились. В 1925 Юрий Дроздов, советский разведчик, генерал-майор КГБ СССР. В 1947 Виктор Ерофеев, российский писатель и литературовед, теле- и радиоведущий. В 1953 Дина Рубина, российская и израильская писательница и сценарист. В 1967 Александр Карелин, российский борец, многократный олимпийский чемпион, общественный деятель, герой России. В 1972 Андрей Носков, актер-режиссер. В 1984 Илья Глинников, актер-режиссер-сценарист. Имени на сегодня отмечают Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, а также Макар, Михаил и Фекла. А ежегодно, каждое 4 воскресенье сентября, предприниматели отмечают свой профессиональный праздник, День предпринимателя Республики Саха-Якутия. В Якутске 21-22 сентября состоится главное бизнес-событие, приуроченное празднику. Это форум предпринимателей Якутии «Мой бизнес». О том, какие мероприятия пройдут в рамках форума и почему стоит их посетить, нам расскажут гости студии. Первый заместитель министра предпринимательства торговли и туризма Якутии Максим Геннадьевич Карбушев и председатель ассоциации предпринимателей Якутии, сделанного в Якутии, генеральный директор компании «Камелек» Ольга Григорьевна Григорьева. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Максим Геннадьевич, первый вопрос. Конечно, форум два дня он будет идти, само собой обширная программа. Можете рассказать, что ожидает тех, кто этот форум посетит? Это действительно самое грандиозное мероприятие, самое важное мероприятие для всех предпринимателей Якутии. В этом году форум будет проходить в течение двух дней. Он включает в себя 35 различных площадок. Это и пленарная часть, которая завершит форум. Она будет в пятницу, а в четверг и в первой половине дня в пятницу будут у нас различные мастер-классы, семинары, круглые столы, дискуссионные площадки. И все это будет посвящено именно вопросам предпринимательской деятельности. Предприниматели смогут обучиться, повысить свои компетенции, обсуждать различные проблемы и стратегические действия во всех отраслях своей деятельности. То есть у нас будут и тематические площадки в том числе. Также в рамках форума будет проведена традиционно выставка-ярмарка Якутия-экспо, которая будет проходить в Кружало. Говоря про такую обширность, ожидается ли присутствие гостей из других регионов? Да, в рамках форума у нас будет участвовать президент Ассоциации женщин-предпринимателей Российской Федерации. Также будет участие корпорации малого и среднего предпринимательства из города Москвы. Ну и многие предприниматели и представители других регионов также заявляют интерес к площадкам нашего форума. Ольга Григорьевна, вы успешный предприниматель и также многодетная мама. Поделитесь своими главными принципами ведения бизнеса. Доброе утро всем, спасибо, что пригласили. Наверное, самое главное это любить свое дело и воодушевлять своих сотрудников, знать свою миссию и, конечно же, работать, двигаться, знать стратегию. И, конечно же, благодаря поддержке нашего министерства предпринимательства, если сегодня начать дело свое, оно обязательно будет иметь успех. На форуме пройдет, насколько мы знаем, площадка женскому предпринимательству «30 лет. История и современность». Можете рассказать про эту площадку, что ожидает конкретно на ней участник? Ну вот в этом году женскому предпринимательству 30 лет. Представляете, 30 лет. Это 90-е годы суровые, да, когда еще зарождалось наше предпринимательство и в том числе женщины также начали заниматься бизнесом. У истоков стояла наша Сафронова Галина Васильевна, которая нас всех сегодня объединяет с женщин-предпринимателей. Создана Ассоциация женщин-предпринимателей Республики Саха-Якутия. Ну и, конечно же, есть у нас Российская Ассоциация женщин-предпринимателей. И вот в этот день, 21 сентября, у нас будет такая диалоговая площадка, куда мы пригласили также наших гостей. Потягову Галину Васильевну, это президент Ассоциации предпринимателей женщин России, которая объединяет сотни женщин по всей России, да. И это, конечно же, очень важный гость. С Калининграда будут гости. С Иркутска. И, конечно же, на этой площадке мы поделимся, ну вот, историей становления нашего бизнеса, да, Якутии. Будут участвовать как опытные наши предпринимательницы республики, как Флида Мергазина Мавна Габасова, как вот Галина Васильевна, да, многие другие. Ну и, конечно же, будем вынимать и молодые, да, и те, которые только-только открыли бизнес, потому что в самом начале всегда трудно. Будет обмен опытом, будет презентация через призму местных предпринимательниц, ну и, конечно же, будет выставка, да, уникальная выставка преображения. Мы знаем, что есть у нас журнал «Журфикс», который возглавляет Яну Угарова. И вот Яна в течение многих лет наших предпринимательниц вот освещала в проекте «Преображение», где наши предпринимательницы, ну вот, в разных ролях фотографировались. Вот, и будет такая уникальная выставка. Очень надеемся, что все площадки будут интересные, будет все проходить в квартале труда, приглашаем. Ну и, конечно же, вот наша секция 30-летия женского предпринимательства, она будет очень яркой. Здесь хотелось бы добавить, что, согласно федеральной статистике, предпринимательство в России имеет женское лицо. Вот, я как раз хотел только спросить, насколько сегодня женщины часто и, самое главное, успешно предпринимательство себя реализует. Но вы опередили меня и ответили на этот вопрос. Максим Геннадьевич, еще вот раз мы заговорили, да, про, в принципе, про историю женского предпринимательства, в принципе, уже про поддержку самого предпринимательства как такового. Какие сегодня меры поддержки предпринимательства оказываются? И вот, опять же, в рамках форума на каких площадках можно будет подробнее именно о мерах поддержки узнать? Ну, сейчас очень много механизмов поддержки предпринимателей. Во-первых, у нас в республике реализуются два национальных проекта. Это развитие малого и среднего предпринимательства, поддержка предпринимательской инициативы. И второй национальный проект – это туризм и индустрия гостеприимства. В рамках этих двух проектов у нас есть как прямые меры финансовой поддержки в виде грантов, так и, в принципе, услуги, которые оказываются нашими институтами развития через центр «Мой бизнес». Здесь в ближайшее время у нас планируется объявление конкурса на грантовую поддержку социальных и молодых предпринимателей. У нас буквально на днях завершились конкурсные процедуры по приему заявок на развитие туристской инфраструктуры. И очень активно предприниматели пользуются услугами центра «Мой бизнес». Это услуги и по упаковке, и по продвижению бизнес-проектов. То есть очень большой перечень различных услуг. Ну и ознакомиться со всеми мерами поддержки у нас можно на портале малого и среднего предпринимательства – мойбизнес14.рф. Также всегда можно воспользоваться услугами «Горячей линии» для предпринимателей. Ее номер 8 800 100 ровно 58 80. Ну и, конечно же, посетив любую из площадок форума предпринимателей нашей республики. Как я сказал, 35 площадок, все будут очень интересны. И, кроме того, в холле именно форума будет работать консультационная зона, где будут представлены все институты развития, и где предприниматели, действующие, потенциальные, начинающие, любые предприниматели могут воспользоваться услугами этих институтов развития предпринимательства. Максим Геннадьевич, Ольга Григорьевна, спасибо большое, что пришли в нашу студию. Да, ну, форум даже не будет желать, я думаю, пройдет он на УРАБ, и много-много посетителей и, самое главное, участников получат много полезной информации для своего развития. Ну, а мы прямо сейчас прервемся на короткую паузу, а потом вернемся. Также участники СВО и их семьи прошли реабилитацию в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания. В Центр занятости населения за помощью в трудоустройстве обратились 205 человек, из которых 60 военнослужащих. 133 человека были направлены на профессиональное обучение и трудоустроено 106. Так, на сегодня 44 семьи получили материальную помощь на газификацию жилого дома. 107 родителей военнослужащих получили возможность санаторно-курортного лечения. 155 членов семей съездили к месту лечения военнослужащего. 296 участников специальной военной операции и 542 члена семьи прошли реабилитацию в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания нашей республики. Все качественно и от всего сердца для наших храбрых бойцов, так говорят мастерицы, участницы республиканского конкурса для пошива военным СВО. Идейным вдохновителем стали члены добровольческого швейного цеха. Конкурс стартовал 16 сентября, а итог будет известен после 23 числа. По положению конкурса команды должны сшить полный комплект, состоящий из 14 наименований, в их числе костюм, дождевик, флисовая толстовка, футболка, тактическая рубашка, головной убор. Качество, прочный шов и внешний вид будет оценивать жюри из добровольческого цеха. В итоге командам-победителям будут вручены ценные призы. Высокое качество. У нас и нитки армированы, непростые нитки. Мы смотрим, будем, жюри, если начнет работать, конечно, будем тщательно каждый шов смотреть, конечно. Мы заготовки отправили, раскроенные готовые изделия. Сейчас они там шьют. Мы все, и дониток мы их обеспечили. Мы еще по онлайн, конечно, открыли пять групп. И наши мастера сидят там по онлайн, дают советы, как шить, что делать. Там советуются. В общем-то, сейчас уже последний день конкурса нашего. 25 новых автобусов на газомоторном топливе поступят в якутскую пассажирскую компанию. На сегодняшний день в столицу прибыло 5 автобусов, каждый из которых рассчитан на 119 пассажирских мест. До конца сентября поступят еще 10, и столько же в январе 2024 года. Напомним, сейчас в Якутске и Междугороднем сообщении действует 100 новых автобусов на газомоторном топливе, закупленных к столетию якутской автономии. Только за последние 8 месяцев они сэкономили 138 миллионов рублей. Кроме того, автобус и другая техника на газовом топливе на 50% освобождены от транспортного налога. Вслед за общественным транспортом на метан перейдут автомобили медучреждений Якутска и Почты России. Вместе с тем, к 2030 году в Якутии планируется построить до 40 новых газовых заправок. Мы обновили сейчас на длине 100% автопарк полностью. То есть входят только новые автобусы. Поэтому меньше поломок, меньше тратим на запчасти. Сейчас еще у нас гарантия не закончилась. То есть основные затраты несет завод-изготовитель. У нас мы заправляемся на заправке метаном по 22 рубля 30 копеек. То стоимость дистоплива 62 рубля там средняя. Вот и вся разница. А если брать по расходу топлива, то есть это один к одному. То есть если бы стоял дизельный двигатель, расход топлива был бы такой же, эквивалентный, как и метан. В Якутии стартовала неделя трудовых династий. Она будет проходить с 18 по 24 сентября. В рамках праздничной недели в коллективах предприятий в муниципальных образованиях республики состоится чествование трудовых династий. Для членов династий, включенных в Книгу почета, в эти дни будет организовано посещение культурных мероприятий по пригласительным билетам, постоянных и временных выставочных экспозиций с экскурсионным обслуживанием, спортивных объектов по выделенным абонементам. Также для них будут проведены такие мероприятия, как обслуживание на дому, приоритетное стационарное лечение, дни здоровья, проведение вакцинации старшего поколения. Кроме этого, состоится показ телевизионных передач о трудовых династиях Якутии, а в печатных изданиях и в сети интернет будут опубликованы тематические пресс-релизы, статьи и заметки. Ну а мы в эфире «Утро Якутии». Вне зависимости от возраста и от времени года, женщина хочет всегда выглядеть привлекательно. Однако порой невольно может допускать ошибки, которые визуально прибавляют нам лишний десяток лет. Причина тому нежелательная следить за модными тенденциями и ставка по максимуму на комфорт. Однако оба этих аспекта реально объединить, главное знать как. Об этом расскажет нам стилист Дарья Габышева. Доброе утро, с вами я, Бронислава Мэй, я персональный стилист. Сегодня в рубрике «Рекомендации стилиста» мы подобрали образы для женщин возрастной категории 40+. Мы подобрали 4 образа, в которых вы сможете провести выходные, встретиться с друзьями или отправиться на работу. Мы выбрали полуприлегающие фасоны, которые не сковывают движения. Такой костюм является отличной базой в любом гардеробе. Выбирайте бежевые, черные оттенки в зависимости от того, какую обувь вы подбираете или верхнюю одежду. Трикотажных костюмов в гардеробе может быть больше, чем 2 и даже 3, потому что именно они имеют высокий процент износа, так как являются очень комфортной частью гардероба. Так как наш образ полностью базовый, вы можете дополнить его совершенно разными аксессуарами. Это может быть контрастная обувь в коричневых, бордовых или даже зеленых оттенках. И любая сумка, которая вам будет удобна. Это может быть миниатюрная сумка, как акцентная деталь, или объемная практичная сумка, с которой вы сможете ходить по магазинам. В этом образе вы можете отправиться на прогулку, на отдых и на встречу с друзьями. Мне будет комфортно прогуливаться по городу. Именно сейчас классная солнечная погода, которая нам с вами это позволяет. Поэтому стоит дополнить образ солнцезащитными очками. Следующий наш образ построен на простых базовых вещах. Здесь у нас синие джинсы и белый базовый топ. Но мы его украсили и дополнили шикарным твидовым жакетом с акцентной деталью в виде меха. Такие жакеты сейчас как никогда актуальны, и носить их нужно в интересных сочетаниях. Также здесь мы подобрали берет для того, чтобы добавить акцентную деталь в визуальную зону и поддержать наш жакет. Такой жакет вы можете носить как второй верх, альтернатива пальто в весеннее время. Следующий наш образ предназначен для мероприятий. В таком костюме вы можете встретиться с друзьями, провести время в театре или может сходить на свидание. Будет зависеть от того, с какими аксессуарами вы будете его комбинировать. В дальнейшем данные брюки вы можете носить в сочетании с простой белой футболкой в летнее и весеннее время. А пиджак круто будет сочетаться с джинсами и кожаными брюками повседневной носки. Данный образ отлично подойдет для работы в офисе. Здесь у нас также есть сочетание разных фактур. Мы взяли легкую юбку в сочетании с вязанным объемным свитером. Свитер в пастельных оттенках отлично сочетается с изумрудной юбкой. Юбка у нас из струящихся материалов, что делает образ воздушным и более женственным. Сверху мы дополнили все это дубленкой, а это один из трендов сезона, который необходимо внедрить в гардероб. Сочетаем со светлой обувью для того, чтобы зрительно вытянуть свой силуэт. И, конечно, на акцент обязательно добавьте сумку в похожей тональности, и ваш образ будет завершен. Как вы видите, стиль не имеет возраста. Не загоняйте себе в рамки, носите то, что нравится вам и только вам. Ну что ж, с новым гардеробом разобрались, но что делать, если складывать вещи уже некуда? Вроде и от старых вещей как-то избавляться нужно, и вроде избавляемся даже от них, и летние вещи тоже отложили в далекий ящик. Скорее всего, проблема в неграмотном хранении. Существует несколько, кстати, простых способов, как компактно сложить вещи в шкафу, чтобы там был порядок. Наверняка вам знакома ситуация, когда кажется, что складывать вещи просто некуда. Заполнен весь шкаф. Возможно, что дело не в том, что вы давно не проводили ревизию, а в неправильном складывании своих вещей. Сегодня мы расскажем секреты, которые помогут вам с бардаком на полках. У каждого из нас есть гардеробия, пара джинс и брюк. Но как же их сложить, чтобы они не занимали много места и красиво выглядели на полках? Этот способ легок в исполнении и будет отлично смотреться на полке. Но есть альтернативный способ. Скрутите джинсы или брюки в трубочку. В таком виде одежда займет минимум места, а также это отличный способ для хранения джинс в чемодане. Что же делать с рубашками, на которых не хватило вешалок? Воспользуйтесь следующим советом, и ваша рубашка будет красиво лежать на полке и не создавать визуальный шум. Попробуйте сложить футболки так. Благодаря этому стопки футболок будут выглядеть ровными и аккуратными, а футболка меньше мнется. Но если вы приверженцы вертикального хранения, то используйте следующую методику. Она подойдет тем, кто не боится глажки перед тем, как надеть вещь. Эти советы помогут вам облегчить уборку и помогут придать эстетичный вид содержимого в вашем шкафу. Ну, с уборкой гардероба мы закончили, теперь можно и книжку почитать. «Чемодан» — один из знаменитых и знакомых сборников Сергея Довлатова. Автор рассказывает про вещи, у которых есть история. Через странные, нелепые, драматичные и смешные истории вещей с чемодана автор рассказывает свою историю, жизнь советского писателя и журналиста. Максим Иверестов продолжит. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим про книгу Сергея Довлатова «Чемодан». Сборник рассказов данного автора известен, к сожалению, не в широких кругах. Довлатов — автор-сатирик, и его имя можно поставить в один ряд с Гоголем, с Чеховым, с Аверченко, с Зощенко. Творчество Довлатова описывает то, что происходило в Советском Союзе в 70-е, 80-е, и иронично изображает действительность, где-то немного абсурда. Это один из моих любимых сборников рассказов, он небольшой. Здесь показаны вещи, которые Сергей Довлатов взял с собой из Советского Союза в Америку. И каждой отдельной вещи посвящен маленький рассказ. Они очень душевные, потому что, мне кажется, Сергей Довлатов, уезжая из Советского Союза, увозил не вещи, а увозил воспоминания. И как он сам потом писал в предисловии и в дневнике, на самом деле он этот чемодан открыл далеко не сразу, а спустя годы. То есть ему не понадобились ни носки, которые он взял с собой, ни советский ремень, ни зимняя шапка. Ему эти вещи не понадобились, но он их взял и увез с собой частичку Советского Союза. Чем хорош сборник? Он читается очень легко, динамично. Довлатов пишет всегда в такой автобиографической манере. У него есть еще компромисс, зона, у него есть все произведения, заповедник, все они описаны через его собственное видение мира. И от этого становится интереснее, потому что как смотрел писатель, как смотрел журналист тогда в 70-х, 80-х на происходящее в стране. Он смотрел с юмором, с долей абсурда, как говорил сам Довлатов. Без этого реальность было воспринимать нельзя. И поэтому, если вы хотите войти в творчество Довлатова, думаю, что в сборнике «Тимодан» можно сделать это очень легко, чтобы не входить сразу в крупные формы, в крупный жанр. Довлатова часто рекомендуют тем, кто любит юмор в литературе и, в принципе, обладает таким неким чутьем филолога, чутьем читающего человека, потому что у Довлатова юмор не грубый, он местами тонкий, как у Зоченко и Верченко, местами очень правдивый. Здесь есть плашка 18+, сейчас ее на многие книги вешивают, но ничего я не вижу здесь ни пошлого. Да, иногда маты, но это часть реальности, которая присутствовала в жизни Довлатова. Иногда какие-то могут быть драки, но опять-таки это часть нашего мира. Так что, если вам нужен юмор, если вам нужно почитать что-то и увидеть часть советской реальности, часть реальности, которая обходила Довлатова, в сборник «Чемодан» я вам рекомендую, читайте, любите жизнь. Ну, а речь-то о зеркало души, так говорил когда-то русский писатель Иван Тургенев. Но что делать, если зеркало искажено? Количество детей с дефектами речи растет в геометрической прогрессии. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый 20-й ребенок нуждается в помощи специалистов. С вопросом о том, почему ряд букв алфавита не поддается детям и когда стоит бить тревогу, мы обратились к логопеду Софьи Федотовой. Софьи, доброе утро. Доброе утро. Говорю про правильность речи. Да, самое застыкающее. Ну, специалист уже здесь, значит, все будет нормально. Ну, вот главный вопрос, ну, главный первый вопрос. Вообще, насколько часто родители приводят детей к вам, у которых присутствуют дефекты речи, и, может быть, есть какой-то вот усредненный возраст, когда обычно это происходит? Доброе утро все. Меня зовут Федотова Софья. Я логопед практикующий. 9 лет работаю логопедом. И, смотря по опыту, да, обращаются родители довольно уже часто. Раньше было пореже, сейчас очень часто. Например, это начинается где-то с трех лет. Два с половиной, три годика начинают бить тревогу родители. А какие признаки в речи ребенка должны сигнализировать родителям о том, что пора записаться к логопеду? Есть же такое понятие нормы развития речи, да, малыша? Когда идет вот задержка речи, когда у ребенка в три года должны быть простые предложения, фразы какие-то должен составлять, понимание речи должно быть, да. Если всего этого нету или совсем мало, отдельные слова или просто слоги может произносить в три года. Может даже обращенную речь не понимать ребенок. Даже по общей моторике можно смотреть, да, и моторная неловкость ходит на цыпочках, как-то падает, спотыкается вот это вот все, говорит о том, что у ребенка идет задержка речи. И стоит обратиться где-то к трем годам. То есть вот, казалось бы, да, не только через речь его, а вот... Да, через речь, а еще через движение. Конечно, общая моторика очень большое значение имеет. Ну вот вообще в целом, да, вот почему некоторые, да, дети самостоятельно формируют правильное произношение звука, другим все-таки требуется помощь? Это, как правило, с чем обычно связано все-таки? Да. Да, есть норма, типичные дети, это которые развиваются в своем темпе, все нормально у них, уже к трем годам у них и предложения, и стишки говорят. А у некоторых детей, вот родители говорят, вот мой ребенок начал говорить и остановился, да, вот что-то произошло. Сейчас очень много причин. Это может быть и беременность, да, как протекала, роды, также какие-то заболевания, вдруг серьезно чем-то заболел, да, ребенок в больницу попал или какой-то испытал стресс, там, например, переезд какой-то, все это тоже имеет значение. Также, например, наркоз могут дети переносить, да, все это сказывается на развитии речи малыша. Вот, кстати, говоря про развитие речи, да, вот интересный момент такой, а влияет ли на это как-то гаджет? Может быть, хорошо или плохо? Потому что, с одной стороны, дети общаются меньше, они сядут с гаджетами, с другой стороны, они могут что-то смотреть, слушать и пытаться повторять сами. Да, вот когда идет активное развитие, должно быть активное развитие речи, да, мама что делает? Вручает ребенку телефон. Причин очень много, да, вдруг мама устала или что-то там, думает, что это красочно, красиво, ярко, но на самом деле живое общение намного больше имеет значение, да. А вот до какого возраста можно исправить дефект речи? В целом до 7 лет, вот обращаются, если просто звуки ставить, да, 5 лет в среднем, 5-7, можно ставить, исправлять как-то, но если ребенок пришел в 5 лет и не говорящий, то, конечно, тут уже все специалисты, многие специалисты уже нужны, не только логопед, но и невролог, и нейропсихолог, может, даже аватерапевт нужен, да, все, ну, в общем, надо... Комплекс. Комплекс, может, к сурдопедагогу, в общем, специалисты даже узкие нужны, нейропсихологи, например. Ну, а если взрослый человек приходит, и он там шепелявит или картавит, это как-то можно исправить уже в таком взрослом возрасте? — Говорят же, когда в детстве все быстрее впитывается, дети как губка, они более пластичные, вот как можно сравнить с пластилином, да? А взрослый, он уже со своими взглядами уже такой... — Обожженная глина такая. — Да, прямо он такой тяжело поддается. То есть при большом желании взрослого, конечно, можно исправить, но они, конечно, тяжело взрослым делать, но все-таки все возможно, да, и мы взрослым ставим, и звуки какие-то взрослым, например, картавит, да? Может быть, кому-то нравится, а у кого-то уже комплекс может быть, и это мешает, например, в работе ко мне. Вот взрослая обращалась, она журналист, да, говорит, мне надо срочно как-то звук картавит. А, заикалась даже вот два взрослых было. Взрослые очень редко. — Но приходят все-таки. — Но приходят. — Но вернемся к детям, да, вот мы затронули момент со смартфонами, когда родители дают смартфон по тем или иным причинам. Другой момент, да, что приводят родителей к специалисту ребенка, и многие, наверное, родители все-таки там поддают специалисту ребенка в смысле, что вот специалист этим должен заниматься. Все-таки какова роль родителей в этом процессе, потому что, ну, безучастными в исправлении речи, скажем так, оставаться тоже, наверное, нельзя. Конечно. То есть тут идет взаимодействие родитель, педагог и ребенок. То есть в комплексе должно быть. Ко мне, когда приходят дети, я за то, чтобы родитель оставался в кабинете, сидел, смотрел, даже учился. Потому что многие упражнения, ну, как бы, не понять же, да. Чтобы с родителями поговорить. Да, родители одинаково учатся. Я даже говорю, мамочка, сидите, пишите. Прямо записывают. Ну, а как иначе, и домашние задания обязательно надо выполнять. Потому что... А были ли моменты, может быть, замечали, что вот родители, которые присутствуют на занятиях, у них у самих потом речь немножко исправляется? Да, есть такое. Приходят с братьями и сестрами или родители, да, говорит, мамочка, я сама, ну, там, учусь у вас. Есть такое. Прекрасно. Но мы же знаем, что дети, они полностью копируют родителей, да, в движениях, в танцах, ну, и также в культуре речи. Скажите, какое неправильное произношение родителей на речь ребенка? И какова роль культуры речи в семье? Тут уже родитель, он живет с ребенком, и он как бы подражает, подражает же ребенок всему, даже, даже речь особенно. То есть ребенка не надо сюсюкаться, да, или повторять его неправильный звук, то есть у него возникнет стойкое, должно быть, ой, оказывается, так нормально. И когда смеются над ним, тоже, да, думают, это нормально, это значит весело. Значит, я могу дальше неправильно говорить. Ага. Тут уже надо обращаться, конечно, вовремя к специалисту. Ну и завершая нашу беседу, все-таки, да, подведем такую черту, может быть. Все-таки в чем сегодня главная, наверное, основная проблема неговорящих детей сегодня? То есть основные все-таки причины в чем? Причин очень много. Это и экология, и питание. Также я не сказала же, да, дети нынешние, у них артикуляционный аппарат совсем плохо развит. То есть для этого нужны профилактические мероприятия, делать артикуляционную гимнастику. Также очень важно для правильной речи и произнесения звуков сильная воздушная струя, то есть на дыхание работать. Ну, там, например, дуть через трубочку, дуть шарики, дыхательная гимнастика, да, через музыкальные инструменты. Так, например, вот такие вот профилактические мероприятия. Также общую моторику укреплять. Сейчас же дети какие, грубо говоря, тепличные, да? Вот мы закрыли их в четырех стенах, это сказывается даже пандемией, они закрыли, всё, ребёнок должен прыгать, ползать, бегать, а вот этого мы ограничиваем. Например, на детской площадке ребёнок там ползёт, упал, ой, быстро поднимался, испачкался. Мы всё время их как-то отгораживаем, боимся. А вот вспомните себя в детстве, как вы проводили, где вы проводили? Я недавно вспоминал фразу, говорю, мы в детстве чуть ли из луч не пили. Да, было же такое, и снег, и лёд, и в песке мы ковырялись, и где-то там чуть ли не плавали там на плотах, да, по гаражам прыгали. Сейчас же нет такого, боятся родители. То есть всё-таки надо меньше теплицы создавать вокруг ребёнка. Ну да, чтобы он бегал летом по камешкам, по песку, например, да. Как говорится, не разбил коленки, детства не было. Спасибо вам большое за такую интересную и познавательную беседу. Ну, а мы идём дальше, и сентябрь по праву считается бархатным сезоном. Но почему-то чаще всего мы стремимся отдохнуть в Турции, забывая о красотах родной страны. А ведь путешествие на Байкал или, к примеру, во Владивосток порой превращается в настоящее приключение. Если, конечно, его тщательно подготовить к этой поездке, как это делает семья Тимофеевых из Якутска. Автопутешествие – самый доступный и интересный способ для отдыха. Этим летом мы с семьёй съездили на Байкал. В рамках утреннего эфира хотелось бы познакомить вас с семьёй Тимофеевых из города Якутска, которые также выбрали этот маршрут для отдыха. Всем привет! Мы давно планировали путешествие по Байкалу. Мне в Байкале что нравится, то что это идеальное место для автопутешествия с семьёй. Конечно, мы уже всё подготовились к этому автопутешествию, взяли всё с собой необходимое. То, что нужно детям, то, что нам пригодится. Потому что у нас никаких трудностей не возникало. Только одни плюсы. Так как подготовились мы для поездки? Так как поездка у нас дальняя и длительная, с предположением было с кемпингами, остановками и заселением в гостинице. Мы предусмотрели такую небольшую эргономику и расположили всё в коробках. Намного удобно и упрощает поиск или и сбор вещей, постоянный сбор вещей. Здесь, допустим, у нас расположились продукты, да, то есть все консервы, там коробки дым и так далее. Здесь в этой коробке у нас кемпинговая, кастрюли, газовые баллоны, кружки-ложки, ножи. Ну и часть, там, чай-кофе тоже здесь расположилась. Здесь коробка более тёплых вещей, детская, здесь более летняя одежда, да, детская. Верхнюю часть я использовал, закрепляю с помощью вот этих стяжек, чтобы во время дороги они не болтались. Как видите, всё конкретно держится и в поездке у нас ничего не мешает. Они привязаны к подлокотнику, подголовнику. Подголовнику привязаны, да, вокруг, и это всё, и ничего у нас во время поездки не люфтит. Восемь часов дети находятся в салоне, и поэтому мы максимально комфорт им обеспечили благодаря биологическим, наверное, диковинам, да, штучкам. Вот, допустим, шторки, ну, если сильно солнце мешает, они могут, как бы, закрыться самостоятельно. Так же и закрыть. Для воды, тут, они иногда тут игрушки свои, игрушки могут положить в эти, да, кармашки, чтобы что-то такое вот, допустим, здесь мы планшеты ложим, телевизор мелкий, да, можно сюда положить. Здесь крепление для смартфонов, они мультик смотрят. У Токсаны есть петелька такая хорошенькая, что-то, ну, одежду могут сюда вот повесить. А, видите, мы под ногами положили наши вещи, да, это чтобы им не было, ну, долго ноги не висели. Вот в таком положении это городская, как бы, езда, а в длительном пути полностью наклоняется, это помогает, ну, как бы, разгружает, то есть детей с поясницей или шея не затекает, и они во время поездки хорошо лежат, спят. Так же у нас одеяло есть, да, они могут подкрыть, так, вешалка, вот, все у него в таком же варианте. Ну, и чемодан, и для чемодан, там наши личные вещи, которые нужны для заселения в гостиницу. Мы на Риме, ты же гостиницу приехал, взял чемодан, и все там внутри. Да, да, то есть сразу выехал, не надо там коробках там поднимать, ну, ты уже весь, а в оранжевой, там в передней сумке, в оранжевой, там уже кемпинговая теплая одежда, как бы, только мы достаем, когда именно в палатке располагаемся. Ну, и, соответственно, автобокс там, ну, открывать не будем, боксы, там палатки, столы, стулья, спальники и карематы. Все расположилось, ничего не мешает. Доброе утро, коллеги, доброе утро, Якутия. В эфире Блог новостей. Глава Якутии Айсен Николаев поручил проработать вопросы проведения капитального ремонта подъездных дорог к микрорайону Звездный в ходе планерного совещания с членами правительства республики. Кроме того, он поручил решить вопрос с определением земельного участка для строительства нового здания летного училища в столице республики. Также были рассмотрены вопросы завершения строительных работ в регионе. Также реализация нацпроектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. В Якутске маршрутные автобусы по проспекту Ленина начнут ездить с ноября. До конца октября должен быть завершен капремонт центральной улицы города. Об этом сообщил директор МКУ «Главстрой» Алексей Варламов. По его словам, до этого должно быть закончено наружное освещение, регулировка светофоров, а также установка автобусных павильонов. В данное время идет установка шкафов управления наружного освещения. Опорные пункты Якутии в ДНР доставили в подразделение, где служат военнослужащие из республики более 50 квадроциклов «Сокол». Все вездеходы приняты на вооружение и включены в боевую работу. Продолжается активная поставка дополнительной экипировки, обуви и обмундирования. Об этом сообщил представитель опорного пункта Якутии в ДНР. Он также добавил, что в пункты временных дислокаций военных частей будут завезены печи длительного горения производства якутского котлового завода. Экипировка по условиям наступающего осеннего сезона. Рыбакам-любителям запретят использовать сети для ловли в Якутске. Использование сетных орудий добычи запретят с 20 сентября по 20 октября в период нереста рыб. Об этом сообщает окружная администрация Якутска со ссылкой на Восточно-Сибирское территориальное управление Росрыболовства. Нарушители правил рыболовства могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности. Программа «Земский доктор» действует в стране с 2012 года. Она позволяет врачам при переезде в сельскую местность получить до 2 миллионов рублей. Фельдшерам до 1 миллиона. При этом денежные средства медики могут потратить по собственному усмотрению. Единственное условие – специалист должен отработать в селе 5 лет. На территории республики за это время по программе привлечено более тысячи специалистов. С периода с 2012 года у нас по программе привлечено на работу 1083 врача и 147 фельдшеров. Из них на работу прибыло в арктическую зону 233 врача и 40 фельдшеров. В этом году мы запланировали прибытие 149 специалистов. Из них это 122 врача и 27 фельдшеров. Также с 2022 года участники программы имеют право летать из Якутска до населенных пунктов арктической зоны и обратно по субсидированным билетам. В Якутске откроется бесплатная школа программирования от Сбера «Школа-21», где каждый желающий старше 18 лет может получить востребованное образование в сфере IT. Сейчас в трехэтажном здании площадью 1900 квадратных метров, которая находится на улице Аюнского, проводится ремонт. По завершению реконструкции здесь появится 198 рабочих мест для учащихся. Помимо этого завершается заявочная кампания. Всего принято около 3000 заявок от желающих. Из них отобрали более 400. Главная особенность школы – это методика обучения равной равному. То есть участники работают над IT-проектами индивидуально или в команде без менторов. Лекции и оценок. 23 октября стартует первый отборочный интенсив. Следом за ним пройдет второй отборочный интенсив. После этого ребята, прошедшие этот отбор, выйдут уже на основное обучение. Основное обучение стартует у нас в начале следующего года. Высокопрофессиональные разработчики будут выходить из нашей школы и на рынке Якутии. Это очень востребованная профессия. У нас нехватка разработчиков. И, конечно же, да, мы надеемся вот эту нишу своими выпускниками заполнить. Якутская кинокартина «Схватка» якутского режиссера Никандра Федорова получила приз прессы международного кинофестиваля «Киношок». Кинофестиваль прошел в Анапе. Председателем жюри выступил заслуженный режиссер Алексей Федорченко, сообщает кинокритик Сергей Кулешов. Фильм «Схватка» повествует о знаменитом якутском борце Вячеславе Карпове, некогда ставшем чемпионом СССР, а затем столкнувшемся с падением. Лишь ощупав дно пятками, он умудрится вернуться в спорт, но уже в неожиданной роли. Карпов выполнил норматив кандидата в мастера спорта по шашкам и взял на себя роль наставника первого советского гроссмейстера Александра Азарова. К этому часу это все новости. До встречи в эфире. Спасибо коллегам. Ну а мы продолжаем. Напоминаем, на календаре сегодня 19 сентября и сегодня день рождения смайлика. Сегодня благодаря огромному количеству эмодзи можно выразить целый спектр эмоций. Их так много, что не сосчитать. Кстати, в этом году появятся новые, по данным Unicode, до конца этого года на каждом iOS или Android девайсе появится эмодзи Phoenix, слайм, жест головой нет, жест головой да, гриб и разорванная цепь. Как же мы из этих смайликов могли жить вообще раньше, особенно без феникса, да? Вот, и гриб, да, вот еще тоже, как-как вот. Ты представляла раньше свою жизнь без гриба? Ну а если кто-то пойдет по грибам собирать? Вот, и здесь мы натыкаемся на другой момент, что, кстати, да, сегодня эмодзи, спектр эмодзи такой большой, что можно, мне кажется, предложения целые составлять, не просто картинками. И мы вспоминаем, что на скальные рисунки. И натыкаемся на вывод, что, возможно, где-то наше развитие человечества развернулось на 180 градусов. Но это все догадки. И вообще, в целом, появятся еще черно-серые силуэты с обозначением семьи с разным составом. Мы их тоже на картинках видели. Кроме новых добавят еще разновидности старых эмодзи. Например, вариант с бегунами, незрячими людьми и людьми на колясках, которые повернуты в правую сторону. Сейчас существуют те же эмодзи, только они влево почему-то бегут, едут и так далее. Примерно вообще ожидается, что через 2-3 месяца Apple и Google внедрят все вышеперечисленные эмодзи в свои операционные системы на смартфонах. А смайлики также появятся в штатных клавиатурах. Ну а тем временем в сети выяснили, какой смайлик люди отправляют чаще всего. Оказывается, люди смеются реже, чем плачут. Компания FaceMoji узнала, без какого смайлика пользователи не смогут обойтись. Данные собраны в период с января по июнь 2023 года. Результат сильно удивил. В 2022 году пользователи чаще всего использовали лицо со слезами радости. Но согласно данным исследованиям, в 2023 году люди стали чаще всего не смеяться, а плакать. То есть использовать эмодзи громко плачущего лица. Всего в топ вошли 20 смайликов. Выходит, что громко плачущее лицо – это самое популярное эмодзи в мире на данный момент. Среди классических смайликов в рейтинге есть и необычные. Например, каменное лицо или флаг Аргентины. Последние, кстати, использовали особенно часто, так как Аргентина одержала победу в чемпионате мира по футболу в 2022 году. Интересно, Паша, а какие ты чаще всего смайлики, эмодзи используешь? Я сейчас открою свою наскальную живопись и узнаем, что же... Как там раньше было, пятерка лучших. Ну, я в целом человек приветливый и радостный, потому что у меня вот плачущее, смеющееся лицо вот это. Чуть-чуть попроще плачущее. Вот, окей, привет и класс. Вот это пятерка моих чаще всего используемых эмодзи на смартфоне. Но, видимо, если анализировать мои, то я очень сильно любя обильный человек. И, видимо, я очень... Все в сердечках разных цветов. Все в сердечках и очень люблю. Зеленое и красное. Розовое. И очень люблю праздники, потому что везде у меня хлопушки разные. Может быть, просто последний месяц было много людей, у кого был день рождения. И поздравления же сейчас все в основном пишут с хлопушками. Ну, добавляют эмодзи хлопушек и так далее. Может быть, было много праздников и было кого поздравлять. Это тоже неплохо. Значит, праздная жизнь. Это тоже иногда хорошо. Но, в целом, решили узнать сегодня в день смайлика, кто из наших коллег, какие также эмодзи предпочитает чаще всего использовать. Получилось, кстати, весело. Давайте посмотрим вместе. Символом всемирного дня улыбки стал ярко-желтый смайлик, который в 1963 году придумал американский иллюстратор Харви Белл, выполняя заказ на оформление креативной визитной карточки одной из компаний. Художник сразу же предложил свою разработку, за которую, собственно, и получил от заказчика гонорар 50 долларов. Компания быстро изготовила бейджики с логотипом и раздала их своим сотрудникам. Успех был грандиозным. Месяц спустя смешные рожицы красовались не только на визитках и бейджах компаний, а повсеместно. Впоследствии даже выпустили почтовую марку со смайликом. В одном из интервью художник отметил, что очень счастлив, ведь в мире не было ничего сделанного так просто, быстро, но стало приятным для всех. Мы решили поинтересоваться у наших коллег, какой же смайл они используют чаще всего в своей повседневной жизни. Джулус, привет! Привет! Какой смайлик ты используешь чаще всего? Смайлик, который улыбается. Сейчас покажу. Вот такой. Можно крупненько брать. Вот это, да? Да. Так, а можешь его изобразить? Привет! Отвлеку немножечко. Какой смайлик ты используешь чаще всего в своем телефоне? Я использую чаще всего смайлик вот такой. Покажи. Какой? Вот такой. Да. Ну, где ты думаешь, типа... Изобрази. Стас, разблокируй свой телефон, пожалуйста. Вот, разблокирую. Какой смайлик чаще всего используешь? Этот, с очками. Покажи-ка. А можешь изобразить его? Конечно. Ирина, какой смайлик ты используешь чаще всего у себя в гаджете? Один из самых важных сотрудников национальной обещательной компании «Сахай» – это наша охрана. Пройдемте, узнаем у него. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой смайлик вы используете чаще всего? Ну, вот смайлик поцелует дочери. Дочери, поцелуй. А можете изобразить его? Видите, у меня практически везде они. Надо мной все время все смеются. Что у тебя, говорит, смех со слезами все время? Я говорю, ну, потому что если очень смешно, то вот до слез. А можешь изобразить этот смайлик? Можешь. Рот на замок, да? Коллеги из новостного отдела – очень улыбчивые люди. Надеюсь, мы им не помешаем. У нас достаточно серьезная работа, но тем не менее мы очень любим пошутить. Ну, я использую вот такой вот смайл. Улыбка делает нас и окружающих счастливыми и привлекательными. Она помогает снять стресс и улучшить иммунитет. А еще улыбка – это естественное обезболивающее, тренажер для зрения и омолаживающий массаж лица. Улыбайтесь чаще, друзья. Очень забавный и веселый видеосюжет получился. Да, ну и заметим, да, что большинство наших коллег все-таки тоже позитивные люди. Либо смеются, либо улыбаются, либо как-то бесяво улыбаются. Ну, это все говорит о том, что работа у нас – позитивные люди. И это круто. И, конечно, давайте же все сегодня отпразднуем этот праздник. Выходите на улицы и улыбайтесь друг к другу. Я думаю, будет прекрасно и будет все счастливы. Да, может быть, даже случится такое, что вы вашей улыбкой заразите не только других людей, но и окружающую природу. И вот получится что-то из разряда мультиков про принцесс, которые потом в лесу сидят, и все животные вокруг них. И вот, кстати, следующее видео как раз об этом, потому что найдена белоснежка в реальной жизни. Итальянка приходит в парк, ее радостно приветствуют все обитатели, от попугаев до белочек. И девушка может часами сидеть на лавочке окружающей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Не хотела, поэтому, может быть, да, действительно, это вот самая настоящая белоснежка. А почему бы нет, да, сейчас в эпоху ремейков, особенно в мультипликационных, может быть, девушка и станет следующей тинкино-белоснежкой. И даже не нужно будет использовать графику какую-то, она просто придет на сенемочную площадку, и все животные сами к ней придут. Как здорово, что сейчас появились социальные сети, которые предоставляют возможность даже обычным людям пробиться по высотам. Да, и возможно, социальные сети именно и помогут ей оказаться в кинематографе, в сказочном кинематографе. В сказочном мире. Да, стать очередной принцессой одной кинокомпании, не будем ее называть. А в целом, дорогие друзья, вот на такой позитивной, такой улыбчивой, да, скажем так, ноте мы заканчиваем наш сегодняшний эфир, он подходит к концу. Завтра мы вновь с вами увидимся, завтра нас много всего интересного ожидает и наши традиционные рубрики. Но предлагаю напоследок все-таки познакомиться еще раз для тех, кто пропустил, немножко поговорить о погоде, все-таки, что нас ждет за окном, осень наступает, надо быть в ней готовым и одеваться по погоде. И, собственно, по данным гидрометцентра, сегодня в Якутске у нас температура воздуха в 6 часов утра составила 2 градуса тепла. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер западный 3 метра в секунду, а сегодня днем в столице региона ожидается преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, но могут быть порывы ветра до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем в Якутске максимум прогреется до плюс 8 градусов. Ну, а нашим дорогим зрителям мы хотим пожелать плодотворного дня и также позитивного. Улыбайтесь, радуйте себя, свою семью и остальных. Всего доброго! Продолжение следует...